А у меня есть фотография, где бабушка с дедушкой, здесь у оленей. Где папа с мамой у оленей? А вот теперь я. Но за этим местом еще закреплено такое поверье, так скажем. Кто в паре, обязательно парой фотографируется здесь, чтобы всегда быть в паре. Олени говорят, они вот как хранят эту верность и соединяют действительно пар. Кто ищет пару, тот подойдет за оленя, держится. Если это, естественно, мальчик, мальчик-мужчина, то он держится за олени. Вот девочка, знаете себе, хорошая такая. А кто-то просто для того, чтобы снова побывать в Галакурихе, фотографируется на фоне символа Галакурихи пара оленя. Но перед тем, как вы будете фотографироваться, я расскажу вам интересную историю, которую мне рассказала наша гостья. Отдыхала как-то с девочкой, со своей внучкой, не сильно утомилась. Она поделилась своей историей. Вот иду, говорит, уже все мы легенды знаем, современные, те, которые здесь рассказывают. А вот так хочется что-то рассказать и необычное. И она придумала. Вы представляете, говорят, давным-давно, там высоко в горах, посмотрите, вот там, там высоко в горах, самая большая вершина, которая нам видна, это благодать. А за благодатью находится гора Синюха, Сумма еще у нас его называют. Но за Суммой связана другая история. А Синюха там была в лесной избушке, и жили в этой избушке мама со своей девочкой и доченькой. Девочка росла, выросла в прекрасную девушку. Белокурая, волос волнистый, глаза голубые-голубые. Но мама ей не разрешала покидать пределы леса, потому что, говорила, там внизу деревня, там злые люди. Они не примут. Пришло время, к сожалению, мама ее ушла в мир к своим предкам. Девушке, теперь уже подросшей девочке, ей стало очень грустно, естественно. Мало того, что она, конечно же, тосковала без матери, но и вокруг не было, как говорится, души человеческой. Живой души-то было много, ведь она понимала язык зверей и знала травы всех. Но, как говорится, человек, существо стадное, человека к человеку тянет. Она решила любопытство, конечно же, нет, нет. Решила спуститься в деревню и посмотреть, что же здесь происходит, как же здесь люди живут. Спустилась, как часто в сказках водится, встретила юношу. Юноша оказался ей под стать красавицей, касаясь ажи в плечах. Полюбили они друг друга прямо с первого взгляда. Но в деревне-то девушку не приняли. Ведьма, говорили между собой. Хотя ведьма, это ведь ведущая мать. Да ведьмой ведь нужно еще стать. Только когда замуж выйдешь, да когда детей родишь. Родила первого ребенка, стала матерью ведущей. Ведьма. А мы привыкли, что ведьма, это вон такая злая тетка. Вот, теперь ты знаешь, что... Как тебя зовут, кстати? Настя. Настя, к тебе больше всего обращаюсь, потому что очень хочется, чтобы ты все-таки знала действительно. Я очень благодарна, потому что ты присоединилась узнать историю. Так вот, та ведьма, о которой говорили, они, казалось, гуляли, любовались друг другом. Ну, все бы вот как в сказке. Но родители были готовы даже на то, что отправили своего сына в военный поход. А девушку прогнали с деревни. Не нужна, чужая, пришла. Конечно, она очень расстроилась, ведь она же не хуже других, она же такой же человек. Все удивлялась, все удивилась, а доброты-то немереные. Ведь известно, человек пришел, всю живность вокруг знает. Казалось бы, тебе столько могла помочь. Но не принято, не принято. Ушла к себе в избушку, пока шла, плакала. Присела на камень высоте у деревушки, у своей избушки. Да так зарыдала, волос распустила. И, казалось, волос так и палился волнами. Говорят, с той поры по деревне пика побежала. А в округе появились источники небольшие. Это те места, где плакала та девушка. Люди заметили, что источники-то волшебные, здоровье дарят. В реке стали умываться, чувствуют вода-то теплая. И вспомнили они, что это, видимо, как раз связано с той самой ведьмой. Как глупо поступили. Стали они друг другу говорить, стали вроде как прощения у природы просить. Но сделанного назад не вернуть. И решили они, как бы, прощения прося, назвать реку Белокурихой в честь той самой девушки. Ведь Белокуриха, ведь извилистый волос, значит, Белокуриха. Глаза-то синевокие, и озерца, которые были вокруг, тоже синие. Так и появилась личка Белокуриха. А юноша же, когда повернулся с похода, естественно, кинулся искать свою родную. Ну, рассказали, что произошло. Тогда отошел он подальше в горы, обернулся орлом могучим. По сей день стоит в санаторий Белокуриха. Когда падите Белокуре, чуть выше, там, кстати, начало сейчас нового теренкура. Вы увидите, могучий орел стоит и наблюдает зорким взглядом, чтобы никто не смел обидеть его любимого. В то время спустилась пара влюбленных оленей, символ верности супружеской. А они все время следили, чтобы их девушку лесную также никто не увидел. А те, кто приходили любви просить на века вечные, да чтобы жить парой до самой-самой старости, тоже одаривали любовью. Так не так? Проверьте. Ну и, конечно, у Симова сфотографируйтесь. Продолжение следует...